Сегодня мы вечер во Владимире начинаем с рубрики на первом плане, потому что на первом плане ситуация, которая складывается у нас в регионе в связи с новой коронавирусной инфекцией. Тема важна и нужна, поэтому об этом мы сейчас будем говорить в прямом эфире. Итак, у нас в студии председатель контрольного комитета администрации Владимирской области Сергей Паузин. Здравствуйте. Здравствуйте. И исполняющий обязанности директора департамента предпринимательства Владимирской области Галина Мардаш. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну что ж, давайте сначала с вводных. Что у нас сегодня творится в регионе и вообще, что у нас происходит наряду с нашими соседями? Насколько у нас хуже или лучше ситуация? Я хотел бы поприветствовать телезрителей всей нашей Владимирской области. Сказать вам спасибо за приглашение выступить. Мне и моему коллеге Галины Дмитриевне. Хочу сказать одно, что ситуация в области сегодня у нас очень, даже я бы сказал, крайне напряженная по распространению коронавирусной инфекции. У нас наблюдается рост заболевания где-то за последние три недели в 3,6 раза. Вот эти три недели, это 21 день по сравнению с предыдущими периодами. Вот представьте, в 3,6 раза. Причем это по показателю на 100 тысяч населения. И вот что важно, этот рост заболевания у нас происходит по всем возрастным группам. Группа 65+, то есть наши уважаемые люди пожилого возраста, в 4 раза за эти три недели увеличился рост заболеваемости на 100 тысяч населения этой группы. 50-64 года вырос в 2,5 раза. Лица роботоспособного возраста, то есть 30-49, 4,5 раза. Ну и молодежь 18-29 в 4 раза. И это при том, что мы имеем... Да, кстати, рост заболеваемости у нас аналогичен с ростом заболеваемости по стране. Мы выровнялись. Хотя в тех показателях, в показателях мая месяца, апреля месяца мы шли со снижением по сравнению с общероссийским показателем. Ситуация в целом достаточно, скажем так, крайне сложная, крайне сложная, но контролируемая. И хоть есть определенные ернични, определенных лиц журналистского сообщества о том, что много раз мы говорим под контролем, но действительно оно так и есть. Потому что сразу предвосхищая ваш вопрос, скажу, что у нас в регионе на сегодняшний день 15,9% свободного коечного фонда. Но ситуация в чем сложна? Она может измениться в любой момент. Если мы по-прежнему, я об этом хотел сказать позже, но тем не менее посыл дам, если будем по-прежнему, на мой взгляд, поверхностно относиться к тому, что происходит. А сегодняшняя часть психологии среднего Владимирского гражданина, она легко читается. То есть зараза прошла мимо меня, поэтому это меня не коснется. Эту психологию надо менять. Спасибо вам, опять же, как телеканалу, как журналистскому сообществу, что мы через вас пытаемся докричаться и достучаться о том, что сегодня только три основных момента, которые способны нас уберечь. На первое место вышла вакцинация. Но вакцинация как способ иммунизации населения, это один из способов, только он не дает полностью стопроцентной гарантии. Об этом говорят все. На втором месте несомненное соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, потому что это реалии сегодняшней жизни, вот так бы я сказал. Ну и третье, я называл его в качестве первого вчера, это соблюдение всех нормативно-правовых документов, которые выпускает региональный оперативный штаб, руководителем рабочей группы, которого я и являюсь. Кстати, скажу вам, опять предвосхищаю ваш вопрос, что штаб не терял контроля над ситуацией. За уже более полутора лет, скоро уже полтора года, точнее, как мы столкнулись с этой заразой, у нас в еженедельном, сейчас в еженедельном режиме проходят совещания, заседания штаба. В нем участвуют все федеральные начальники, федеральные органы исполнительной власти, в нем участвуют все наши региональные органы исполнительной власти. Штаб проходит вместе с муниципальными руководителями, ну, естественно, подконтрольными надзорными органами всеми. И на штабе, поверьте мне, вырабатываются конкретные решения. Сергей Иванович, получается, что только в соблюдении вот этих трех основных требований, которые сейчас перечислили, только тогда у вас можно как-то переломить ситуацию? Вот, Аня, вы правильную удивительную вещь сказали, но я бы сказал, наверное, стоит вернуться к тому, что каждому необходимо пересмотреть свое отношение к здоровью своих близких. Сегодня выходит на первое место вот такой тренд, и я бы хотел, чтобы меня услышали жители Владимирской области, он очень простой, очень понятливый. Сегодня вы, каждый из вас, в ответе за состояние здоровья своих близких и родных, поэтому от того, привит ли ты, зависит здоровье твоих близких, непривитых, или даже привитых, но тем не менее. Вы знаете, я привился не задумываясь, вот просто вместе с супругой, вместе с мамой, которой, дай Бог здоровья, в этом году исполнится 75 лет, и измеряя уровень антител, буквально на той неделе в среду, я, в общем-то, ожидаемо узнал, что их у меня достаточно, но тем не менее, тем не менее, опять же, может быть, предвосхищая чьи-то вопросы, я бы хотел посоветовать прививаться. И не ждать каких-то особых указаний. Это действительно необходимость. Необходимость. Вот, направляясь к вам, мы в регулярном, кстати, в регулярном режиме беседуем с нашим Роспотребнадзором. Эти люди сейчас работают с усиленной нагрузкой, вот, это те люди, которые заслужили нашего уважения, уважения жителей области, и они тем не менее говорят, что да, прививка во многом спасает, во многом спасает. Они знают ситуацию и обстановку по стране, но она спасает, повторюсь, в комплексе с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, с дезинфекцией, которая в области не останавливалась ни на день. И огромное спасибо главному управлению МЧС, нашим ближайшим соратникам в этом отношении. И повторюсь, опять же, с обязательным выполнением всех нормативно-правых актов. Мы их выверяем. Мы выверяем их. Вот вы спросили ситуацию про Ивановцев, про... Есть какая-то определенная корректная составляющая, допустим, сравнивать нас с ними, они все равно за нашей спиной. Мы ведь рядом с Москвой и с Московской областью с одной стороны и с Нижним Новгородом по-другую. Московская область занимает третье место по коэффициенту распространения инфекции, Нижегородская четвертая, а Владимирская область 54. В этом тоже заслуга в определенном смысле власти. Понимаете? Ведь мы же полтора года, еще раз повторю, не дремали. Мы предпринимали меры, мы слушали нас в Роспотребнадзоре. Мы реагировали на их предложения. Начните... Вот есть... Я думаю, что несомненно, ваш канал, уважаемый канал, его слушаю. И это очень важно. Обращаюсь к жителям области. Не ждите. Прививка сегодня — это необходимость. И простите меня за излишнюю эмоциональность в этом. В вопросе. Но я считаю, что полгода назад, привившись, я поступил правильно. Скажу так, я не испытывал никаких побочных эффектов. Я привился. Обращаю внимание, как и президент России, спутником ВИ. Вот. И, ну, считаю, что, наверное, что есть еще определенная гражданская позиция на этот счет. Я как представитель власти, и не только как просто гражданин области, но и как представитель власти просто обязан был показать этот пример. Давайте слово дадим Галине Дмитриевне. Мы понимаем, что сегодня соблюдение всех мер касается еще и ограничением деятельности. Во многом, конечно, хозяйствующих субъектов, которые сегодня активно выступают, чтобы отменили эти самые жесткие ограничения. Сегодня в сетях уже появился новый термин. Драконствующие там методы и еще как-то. Как вы считаете, вот насколько сегодня мы сможем справиться с этой ситуацией и вообще весь бизнес в регионе? Действительно, с сегодняшнего дня вступили ограничения в силу. Мы заработали в новых условиях, в условиях новых ограничений. Да, действительно, бизнес тяжело воспринял, крайне тяжело. И понять их можно. По сути, мы режем их по живому этим указам. Но в данном случае пришлось прислушаться к мнению врачей. Я представляю экономический блок, департамент предпринимательства. Субъекты МСП, кафе, о которых это коснулось, парикмахерские, фитнесы. Это вот то, что курируем мы. Мы свои предложения дали. Врачи свои предложения вносят. Буквально вот мы работали все выходные. Мы пытаемся как-то урегулировать эту ситуацию, чтобы дать бизнесу работать и при этом не навредить людям. Не усугубить ту ситуацию, которая действительно, как сказал Сергей Владимирович, действительно плачевная. Вот мы собирались в воскресенье вечером у нас в департаменте с инициативной группой предпринимателей. От всех сфер, которых коснулись эти ограничения, были представители инициативной группы. И мы пригласили из департамента здравоохранения сотрудника. Вот одну фразу буквально ее скажу. Люди сейчас болеют очень тяжело. Хуже, чем в прошлую волну коронавируса. Она говорит, что скорая забирает пациента в средней тяжести состоянии. Пока его довозят до больницы, он тяжелый или упасит, господь летальный. Когда врачи предлагают столь жесткие, столь непопулярные ограничения, они руководствуются именно, скажем так, течением болезни. Потому что, да, количество коек, оно ограничено. Количество коек в реанимации, оно еще более ограничено, чем просто коечный фонд ковидный. И каждая неспасенная жизнь, это, разумеется, трагедия. Давайте сразу нам, Сергей Владимирович, прокомментирует, сколько у нас тех самых коек, которые сегодня на вес золота. Ну хорошо, вот, значит, я вам скажу, что информация по противодействию во Владимирской области в итоговой сумме 1776, из которых занято 1496. В общем проценте это 84%. Вот я с Галиной Дмитриевной соглашусь во всем, за исключением термина «плачевный». Плачевный – это отчаяние. Мы, представители власти, мы в отчаяние не впадаем. Я лишь скажу одно. Вот выпущено распоряжение Департамента здравоохранения. Это информация для жителей области. Можно посмотреть на сайте Департамента, но я транслирую об этом в прямом эфире. Утвердить форму справки, выдаваемой пациенту, перенесшему новую коронавирусную инфекцию. Что это такое? Это то, что сегодня может сделать каждый гражданин, перенесший инфекцию, переболевший, но при условии, что он был зарегистрирован в федеральном регистре, как переболевший и имевший положительный тест на тот момент. А не тот, который бессистемно просидел дома. Хотя таких, мы тоже прогнозируем, таких у нас есть такое количество в области людей. Так вот, эта справка, она является во многом тоже основанием, то, что человек перенес. Эту справку можно получить по месту жительства, поликлинике по месту жительства, в регистрации. Мы предупредили через Департамент все регистрации, они эту справку будут выдавать. Еще раз покажу ее, распоряжение Департамента здравоохранения номер 568 от 9 июля сего года. Кроме того, я искал в своих бумагах, хотел показать, и, наверное, покажу вам. И если не покажу, то скажу вслух, скажу о том, что желательно, конечно, привитым гражданам распечатать через госуслуги справку о прививке. Она установлена в форме в Российской Федерации, скажу прямо, она отличается только у военных. У военных она более красочная в этом вопросе. Она с QR-кодом, поэтому это является основанием для пропуска, для всех моментов. А, Сергей Владимирович, есть звонок телезрителей, да, Игорь Петрович у нас на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста, в эфире. У меня вопрос следующего порядка. Вы хорошо, красиво говорите. Все должны выполнять все. Вот на театральной площади улицы Гварянской, каждую пятницу, идут концерты, вокальные инструментальные хансаммы, музыка на всю катушку, народу в полторы-две тысячи человек стоит. Кто это разрешает в период пандемии? Это вообще и мелкий бизнес, вы понимаете, что-то не соответствует. Спасибо. Спасибо, Игорь Петрович. Пожалуйста. Вот как ответить телезритель, если он прав абсолютно? Вот это то, о чем я и хотел говорить. Мы некрасиво, Игорь Петрович, говорим. Лучше бы мы говорили нескладно. Да, жители, и мы все делали, все достаточно так в унисон. Мы стараемся говорить доступно, чтобы поняли все. Да, по учреждениям культуры у нас нет полного запрета. Он не должен быть, потому что если людям еще урезать или запретить полностью, это будет полный локдаун тогда уже, извините меня. Но у нас есть твердые требования, 50%. Вот, есть твердые требования. Игорь Петрович, вы абсолютно правы. Это как раз таки упрек нашим контрольным органам, которые обязаны это дело присягать. Но еще и вдобавок упрек тем жителям, которые понимают, не хуже меня читают все нормативно-правовые акты губернатора, как руководителя регионального штаба. И тем не менее нарушают, потому что вы еще не сказали главное, в этих, как вы говорите, сотнях или десятках людей, собравшихся там, нет наверняка ни одной маски. А ведь даже собираясь к вам на эфир, я снял ее только перед входом в студию, потому что привитый и вакцинированный, я нахожусь среди вакцинированных коллег. Принимается ваш вопрос. Вопрос правильный. Галина Валентиновна, так вот, по поводу этого указа на сегодняшний момент, какова ситуация и будут ли какие-то изменения внесены? Полагаю, что изменения внесены быть должны. С учетом того, какие потери терпит бизнес, мы это понимаем. Сегодня вот нам предоставили расчеты. По поручению губернатора Александра Александровича Ремига, это первый замгубернатора, который курирует сферу экономики, сегодня провел встречу с представителями фитнес-индустрии и бьюти-индустрии, то есть это спортивные центры, фитнес-центры, салоны красоты, парикмахерские. С тем, чтобы обсудить возможности смягчения этих мер, выслушали предложения бизнеса, абсолютно конструктивный был диалог, здравое абсолютно предложение. Было дано мне поручение начать разрабатывать изменения в указ. Единственное, что завтра и послезавтра состоятся аналогичные встречи завтра с представителями детских центров, детских игровых комнат и также с представителями кинотеатров, потому что их коснулось это, скажем так, в наибольшей степени, потому что деятельность детских центров просто приостановлена, но, опять же, как говорят врачи, как говорят статистика, началась заболеваемость среди маленьких детей, садикового возраста детей, то есть дети являются такими же носителями, к сожалению, заболевания, как и взрослые. И послезавтра будет проведена такая же встреча с представителями организаций, которые осуществляют общественное питание, и гостиницы. То есть у нас есть даже отдельно по ассоциациям, есть ассоциации фитнесов, есть ассоциация рестораторов и ательеров. Специально развели, так скажем, да, по отраслям, потому что разные требования и с точки зрения Роспотребнадзора, и с точки зрения формы взаимодействия с гражданами у этих сфер. Поэтому вот три сессии, от каждой сферы мы получим предложения, и я думаю, что мы конструктивные предложения положим в указ и сможем снять вот эти ограничения. Какие поступили предложения? Как вы знаете, наверное, есть рекомендации Роспотребнадзора по каждому виду деятельности, по осуществлению. Но эти рекомендации, их соблюдение, они носят добровольный характер. То есть если предприятие общественного питания, салон красоты, все эти рекомендации в полном объеме соблюдают, они умнички и молодцы. Если они этого не делают, значит не делают, и санкций за это нет. Мы понимаем, что если эти требования станут обязательными, то есть эти рекомендации превратятся в требования, то за их неисполнение уже будет у предпринимателей ответственность. Но исходя из сегодняшнего диалога, мы услышали, что предприниматели готовы взять на себя эту дополнительную ответственность. Они готовы к тому, что эти требования будут они выполнять неукоснительно. Это касается, скажем так, количества посетителей. Оно должно быть несколько меньше. Разведение потоков. То есть, например, в вестибюле, на ресепшене, парикмахерской не должно создаваться толпы. Рекомендована Роспотребнадзором работа по предварительной записи. Так они большинство так и работают, конечно же. Но в текущих условиях это может стать нормой права. Обязательно. Есть звонок телезрительного центра Рвова. Татьяна, добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Анечка. У меня такой вопрос по поводу вот этой вот нашей пандемии. Вы знаете, у меня вопрос очень сомнительный, но очень хочется высказать свое мнение. Высказывайте. Дело в том, что, скажем так, ну, на мою точку зрения, пожилого человека, я знаю, что там уходит свою историю, вот, скажем так, что это, видимо, какое-то просто отправление идет. Вот, всего, скажем так, вот, пожилых и ненужных людей. Это моя точка зрения, во-первых. Во-вторых, вот, значит, у меня такой вопрос. Вот, не кажется ли вам, что в связи с этим, то, что у нас вот в Владимире, вот, не будет там привлекать, москвичи приедут и закроют наших бизнесменов? Будут сами заниматься бизнесом, потому что у нас здесь проще. Вот как вы считаете? Ну, на первую часть вопроса я готов ответить, на вторую, я думаю, еще раз, как зовут? Татьяна. Татьяна, да. Татьяна, я бы хотел сказать вам, отбросьте теорию заговора. Посмотрите вокруг. Вам не казалось странным, что в первую кампанию президент одел противовирусные костюмы, зашел в красную зону, чтобы лично убедиться, в какой тяжести и в каких страданиях люди испытывают, так скажем, симптомы этого заболевания. Поэтому здесь какого-то заговорческого, так скажем, какой-то волны в отношении пожилых и людей пожилого возраста нет. Они просто переносят это тяжелее, потому что, насколько я понимаю, а мы здесь не медики, но, тем не менее, жизнь нас научила понимать о том, что коронавирус – это в первую очередь удар по иммунной системе. И он находит потом уже спецификацию своего заболевания, у кого тромб, у кого легочная недостаточность, у кого сердечная недостаточность, а в этой категории 65+, у нас, к сожалению, в стране очень мало здоровых людей. Но, Галина Дмитриевна правильно сказала, симптоматика такова, что сегодня вот этот индийский штамм вируса, он же бьет и по молодежи в том числе, он уже никого не ищет в темноте, он бьет. Поэтому отбросьте, ни в коем разе лучше думать о другом, лучше думать о том, что о себе и о здоровье своих близких. Мы и хотели с Галиной Дмитриевной, в общем-то, в конце эфира сказать, что девизом сегодня должно быть «берегите себя и своих близких». через себя, своих близких. Вот так бы точнее. Так, вторая часть вопроса. Я правильно поняла, что вопрос прозвучал, не погибнет ли бизнес или... Я не очень хорошо расслышала. Не скупит ли бизнес москвичи, да. Не скупит ли бизнес москвичи. Ну, не знаю, прямо ли я отвечу на вопрос или косвенно. Мы приложим все усилия, и я лично, и Александр Александрович Ремега, к тому, чтобы сохранить бизнес, поддержать бизнес всеми возможными способами. Повторюсь, что все меры сейчас принимаются для того, чтобы была возможность смягчить эти ограничения и дать бизнесу работать, ну, практически в полную силу. Сейчас, да, как вы знаете, посещение ряда заведений, там, кафе, ресторанов, парикмахерских, фитнесов ограничено возможностью пойти туда граждан, которые либо привиты, либо переболели, либо у них на руках имеется тест ПЦР отрицательный, да, на коронавирус. Бизнес просит снять эти ограничения. Не просто просит, требует. Естественно, их можно понять всеми законными способами, они отстаивают свои права. Они обращаются во все инстанции, в общественные организации, в прокуратуру. Они пишут петицию. Петиция собрала уже, вот, на сегодняшнее утро больше пяти тысяч подписей. Это колоссальные цифры. Я не знаю, у кого еще такие были успехи. За несколько дней, да? В петициях. За один. За один. За один день, за вечер практически. И, конечно же, мы их слышим. Чуть-чуть нужно времени. И я думаю, что вот буквально в пределах этой недели ситуация изменится. Предложения будут подготовлены уже завтра. Я пошла даже на то, что я сегодня свой личный сотовый сказала уполномоченному по защите прав предпринимателей Аллы Матюшкиной разместить у себя в соцсетях. Я сегодня, в параллель со своей основной работой, со встречей с бизнесом, работала, по сути, как колл-центр. Я сама лично разъясняю, рассказываю, объясняю. Ну, иначе сейчас нельзя. Многие обвиняют нас в том, что мы бизнес не слышим. Это не так. Это в корне неверно. Буквально минута до завершения эфира. Сергей Иванович, давайте подводите итоги с призывом к нашим телевизорам. Еще раз благодарю вас. Знаю, что вариант смотрит. Знаю, что вы к варианту прислушиваются. Но, опять же, наверное, не будет это достаточно таким мёрнищим, что ли. Но сегодня безвариантная ситуация в отношении вакцинации. Это раз прививаться надо. Обращаюсь, прошу проявить сознательность. Сознательность, более того, представьте, я только назову одну цифру. 250, 240, 250 ежесуточных регистрируемых случаев заболеваний. Мы месяц назад имели 30, 40. И как бы так, не обращали на это особого внимания. И еще три основных момента. Повторюсь. Три основных момента. Да, Галина Дмитриевна абсолютно права. Та нормативно-правовая база, она достаточно неудобная для бизнеса. Она достаточно непопулярная для бизнеса. Но я был бы менее, так скажем, оптимистичен. Это не на небольшой срок. Не цитируем ни меня, ни губернатора. Не надо называть здесь дни и даты. На достаточно небольшой срок. Почему? Потому что Москва уже заявляет о снижении. 10-12 дней, и о снижении должны заявлять мы. При хорошей постановке вопроса. А хорошее дело, хорошая постановка вопроса – это вакцинация, раз, соблюдение полного комплекса санитарно-эпидемиологических мероприятий, к чему я призываю, и выполнение нашей нормативно-правовой базы. Ну и масочный режим. Масочный режим. Спасибо. Надеюсь на сознательность. И прошу, вот даже заверяю, сегодня мы были более чем откровенны. Более чем откровенны. Буквально еще небольшой даже вопрос. Хватит ли у нас вакцины для того, чтобы выполнить все планы, которые намечены администрацией власти? Коротко только. Поставка вакцины в регион, вот в ближайшее время ожидается 5400 доз. Она нарастает. Мы не можем вам сказать количественно как-то еще, потому что как только департамент ее получает, мы сразу ее распространяем по всем 56 пунктам вакцинации. Перебои есть. Они временные тоже. Я так считаю. Не только я, но и федеральный центр нам подсказывает об этом. Но тем не менее, хватит. Хватит. Главное, хватило бы у нас ума воспользоваться тем, что хватит. Благодарю вас за эфир. Благодарю вас за эфир. Продолжение следует... Продолжение следует...